Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Случился небольшой перерыв, связанный с тем, что уезжал я в отпуск за 3500 километров от своей мастерской. Интернета там было, скажем так, и мало, и плохо. Поэтому, если кому чего не ответил, не обижайтесь. Можете написать еще раз. Сейчас уже все нормально. Связь есть, всем отвечу. Сегодняшний ролик будет посвящен вот такому вот точилу фирмы Bosch с кругами в 150 миллиметров. Смотрел я еще на точилу от Макиты на 150 миллиметров, но там мощность поменьше, и вес поменьше, и круги поуже. Здесь 20 миллиметров, а там 16. Любопытно, что стоимость Макиты и Bosch находится в той же пропорции, какой и находятся их массы и мощности. То есть, все вроде как по-честному. Это немножко помощнее, немножко помассивнее и немножко подороже. Обошлось оно мне в Минске в 104 доллара, что вполне прилично. Думал я еще посмотреть Могилевское точило с двумя кругами, но что-то они из продажи пропали. Походу заводы тихонько становятся. Вот так вот выглядит шильдочка. Сделано это точило в Китае. Значит, основные параметры будут в описании к ролику приведены. В комплект входит, собственно, само точило. Вот этот вот обвес, который разложен по пакетикам. Надо самому собирать. Ключик гаечный. Инструкция и гарантийный талончик. Ну что, включу, посмотрю, как работает. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, круги бьют. Заметно невооруженным взглядом. Особенно вот этот вот крупнозернистый. Дело это, я думаю, поправимое. Ну а сейчас покажу кое-какие размеры. Ну, значит, подручники здесь довольно крупные по сравнению с теми китайцами, что я смотрел. Размер их 65 миллиметров на 38, наверное, миллиметров. Да, 38 миллиметров. Кружочки здесь стоят шириной 20 миллиметров. Сами подручники сделаны из стали толщиной 3 миллиметра. Защитные кожухи от штампованной стали толщиной 1,8 миллиметра. Уберу я весь этот обвес, потому что использую я все равно щиток, который надеваю на голову. А вся вот эта вот конструкция, ну, не мешает лично. Снял я защитные кожухи. У них, кстати, тоже резьба есть. И вот тут вот есть. Получается, и крепятся они вот такими вот винтами хитрыми, да. То есть, вначале можно так крепить, можно так крепить. Но в любом случае эти винты я поменяю на шпильки. В конце ролика покажу. Ну, а сейчас посмотрим поближе. Вот это вот устройство, снимаю сейчас круг. Ну, вот так вот история выглядит в разобранном состоянии. Хочу обратить внимание на то, что подрубочник крепится вот к этому кронштейну, который крепится уже тремя болтами к двигателю. В китайских дешевых точилах вот эта вот вся история крепится прямо к кожуху. И довольно хлипкая. Здесь сделано более-менее по уму. Возвращаясь к подручнику, крепится он вот таким вот болтиком. С таким вот квадратом. То есть, все сделано более-менее прилично. В плане того, что квадрат заходит в паз. Подручник сюда, винт. И одной рукой мы можем завинчивать вот этот вот барашек. Единственный косяк барашка в том, что если вот сюда вот закрепить технологическую пластину, то этот барашек будет мешать. Несколько раз я встречал на форумах, что на вот это вот точило идут круги с посадочным 20 миллиметров. Ну, как бы, что сказать. Смешно, тут не 20 миллиметров. Диаметр здесь 12,7. 12,7. Я знаю, что Луга производит круги с посадочным 12,7. Да и у меня и вот старая китайская точила там точно такой же вал стоит. То есть, от него переходники подойдут на обычные круги. Ну, а сейчас вот один камень у меня снят, второй стоит. Попробую я вначале вот этот вот камень отбалансировать, а потом уже буду балансировать вот этот. Выяснил я причину биения вот этого вот камня. Все оказалось банально просто. Вот сейчас покажу. Вот такая вот штукенция. Значит, кусок стружки. Был между вот этим вот фланцем и валом. Поэтому фланец был перекошен и как бы вращался довольно паршивенько. Вот один камень вроде как я выровнял, отбалансировал. Все хорошо выравнивал я вот такой вот штукой. Крупные алмазы. Представляем. Камень как бы выравнивается по этой вот плоскости. Вот так вот это все работает. То есть все вроде как вот с этим камушком более-менее прилично. Вот с этой стороной все похуже. Дело в том, что смотрите, вот этот вот прижимной фланец. Вот так вот он как бы болтается. Короче, болтается он вот тут вот, да. Нормально. Мне кажется, так быть не должно. Поэтому что я думаю сделать? Думаю, посажу я вот это вот все на эпоксидку по металлу. А потом болгарочкой аккуратно, аккуратно вот тут вот подточу вот эту вот штуку. И он будет у меня стоять ровненько. Посадил я фланец на эпоксидку по металлу. Вот такая вот эпоксидка. Значит, проблема в чем будет? Что если понадобится снять вот этот вот кожу, чтобы открутить вот эти вот винты, придется нагревать вал, чтобы снять вот этот вот прижимной фланец. Ну, а сейчас буду ждать, пока она высохнет. Ну, а потом займусь токарными работами прямо по месту. Есть у меня вот такая вот болгарочка на 115. Большое ее достоинство в том, что она очень удобно вот в руке сидит. Для деликатных работ я ее брал. Вот как раз примерно для таких. Поставил я обдирочный круг. Но буду лечить, как говорится, подобное подобным. Ну, вот я немножко снял. Видно, в чем проблема. Сейчас доделаю это все. Покажу уже готовый результат. Ну, вот так вот вся эта история сейчас выглядит. Поставлю камень. Посмотрим, что получилось. Ну, а теперь вопрос знатокам, любителям техники безопасности. Известно, что на точиле работать в перчатках нельзя. А с болгаркой работать без перчаток тоже нельзя. А как правильно? Когда болгаркой правишь точила. Тайна? Конечно, по углу не мешало бы с этой стороны фланец посадить на эпоксидку. Таким же макаром провернуть операцию по выравниванию. Но дело в том, что я еще не решил, буду ли я оставлять с этой стороны кожух или не буду. Вот определюсь, тогда уже и сделаю. Сейчас, ну, как бы, во всяком случае, более-менее что-то приличное уже получилось. Кстати, выровнял я вот этот вот камушек. Тоже все более-менее нормально получается. Пару слов хочу сказать про вот эту вот крышку, которая закрывается, кожух защитный. Дело в том, что вот на штатные винты крепить вот эту вот всю историю, ну, очень как-то неудобно, если честно. Вот так вот вставили винт, и теперь давай попадаем как бы вот в это вот противоположное отверстие. Я в своих точилах использую более простой способ. Выточил я шесть вот таких вот шпилечек. С одной стороны резьба М5, с другой стороны М4. Здесь вот везде М5 резьба. М4 для того, чтобы свободно проходила эта шпилька. Сейчас я закручу вот в эти вот отверстия шпильку. С обратной стороны законтрую гаечкой. Ну и покажу уже, что получится. Ну вот так уже выглядят установленные шпильки. И теперь вот эта вот крышка надевается гораздо проще, чем было предусмотрено инженерами фирмы Bosch. Ну вот так вот это все теперь выглядит. Не нужна теперь ни отвертка, ни гаечный ключ, для того, чтобы снять крышку с кожуха. Ну а теперь небольшое резюме и размышлизма. Для китайского производителя и цены в 104 доллара весьма неплохое точило. Дело в том, что видел я китайские точило гораздо хуже по качеству, по исполнению. По цене порядка там 60-70 долларов. Как для серьезной немецкой фирмы, которая перенесла производство в Китай, якобы там осуществляет супер-пупер контроль. Ребята, вы все видели. Ну в общем-то я знал, что покупал, потому что я запускал это точило в магазине, видел биение вот этого вот круга. Но я в общем-то представлял, как решить эту проблему. А так, конечно, фирма Bosch у меня большого уважения не испытывает, причем уже давно, я быстро объясню. С тех времен, когда я впервые столкнулся с зеленым Bosch, понял, что это такое, то у меня сложилась одна ассоциация. Это вот представьте, что производитель шампанского Мадам Клико начала разливать сидор яблочный и называть эту всю бодягу шампанское для любителей. Абсурд, конечно, абсурд. А фирма Bosch не погнушалась выпустить свою зеленую линейку, которая, кстати, и в США не продается. Причем я догадываюсь по причине того, что там любят очень судиться, юристов, луэров там. Мама, не горюй. Законодательство о правах потребителей тоже все в порядке, поэтому зеленого инструмента там нет. У нас зато есть. Ну и сталкивался я с синим. И фрезер у меня есть, кромочник с косяками. И пила есть на шине старого образца. Две шины есть. У меня между собой они стыкуются плохо. То есть, как бы, смотреть надо, не верить марке, смотреть конкретный экземпляр, конкретную модель. Только убедившись, что вы сможете решить те проблемы, косяки, которые в ней присутствуют, только тогда можно покупать. Сейчас, в связи с падением курса евро, как бы, цены на Bosch снизились. Стали более-менее адекватно их качеству. Ну, еще раз повторю, для китайского точила по цене чуть больше 100 долларов вполне-вполне себе аппарат. Наверное, на этом все. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok